МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет-привет! Команда Универ Ньюз и я, Гульфия Мутугулина, рады радовать. Смотрите выпуски. Дилетанты или профессионалы? В Казанском федеральном поговорили о студенческой журналистике. Арт-хаус, виси мейнстрим. В КФУ прошел батл на тему, какое кино сегодня нужно зрителю. Посмотри, на что они способны. Спортсмены КФУ отметили День здоровья. Вице-премьер Российской Федерации Александр Хлопонин посетил Казанский университет. Как прошла его встреча с ректором КФУ Ильшатом Гафуром и студентами, расскажут наши корреспонденты. 7 апреля состоялась встреча с вице-премьером Российской Федерации в рамках его рабочего визита в Казань. Поводом для посещения столицы стало заседание коллегии Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Но прежде было принято решение посетить Казанский федеральный университет. Ильшат Гафуров лично встретил гостя и рассказал ему о том, какой путь прошел КФУ для достижения поставленных целей. Музей истории университета возле стенда, который показывает динамику развития вуза, ректор КФУ пояснил, с чего все начиналось в 2010 году. О том, что такое федеральный университет, Александр Хлопонин знает не понаслышке. Зампредседатель правительства России объяснил, что сам стоял у истоков первой из них и понимает всю сложность концентрации столь большого количества направлений в рамках одного учебного заведения. Тему развития технологий и их влияние на человека и экологию продолжили уже на встрече со студентами. Это и стало одной из главных причин визита в университет. Вопросы были самые разные, но в большинстве своем оказались именно профильными. Это не случайно, ведь в зале собрались учащиеся экологического и биологического направлений. Студенты поинтересовались запланированными стипендиальными программами, но особый интерес вызвал вопрос строительства в Казани мусоросжигательного завода. Ответ был однозначным. Строительство завода и экологической обстановки не повредит. Встреча с вице-премьером была короткой, всего 40 минут. Однако Александр Хлопонин остался доволен уровнем подготовки студентов, задававших по-настоящему интересные вопросы. Анастасия Буряк, Ленар Довлетьяров, Универ-Ньюс. Студенческие СМИ. Дилетанты или профессионалы? В этой теме разбирались в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального. О роли студенческих медиа, о работе в профессиональных изданиях и многом другом узнаешь в следующем сюжете. В Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального студенты со всей России обсудили тему студенческих СМИ. Все это прошло в рамках 10-й ежегодной студенческой конференции «Точка зрения». На ток-шоу обсудили главный вопрос студенческие СМИ – дилетанты или все же профессионалы? И достаточно ли будет базовых знаний, навыков, полученных в студенческих медиа для работы в профессиональных изданиях? Здесь прозвучала мысль, по-моему, очень опасная. Про то, что журналист, который работает в студенческом СМИ, у него есть такая скидка, он имеет право ошибиться. Журналист студенческого СМИ или не студенческого СМИ, он не имеет права ошибаться. И вот с этим, что «Ой, я же могу ошибиться, ничего страшного, вы во взрослую редакцию не придете». Среди спикеров, экспертов и участников беседы состоялась оживленная дискуссия. Этим и было интересное мероприятие. Каждый озвучивал свое мнение, приводил конкретные примеры и давал полезные советы. Не надо обольщаться, не надо думать, что если вы на студенческой площадке в студенческом СМИ что-то будете делать, и вот это автоматом вас приведет к профессионализму. Всегда надо соприкасаться с большими редакциями. Это стопроцентно, потому что это другая обстановка, это другие требования. Все согласились с тем, что студенческие СМИ – это некая площадка для старта в мир профессиональных журналистов. Студенческие СМИ должны быть нацелены на то, чтобы юные журналисты развивались, учились брать ответственность за написанные тексты и слова. Журналистами становится, это как трава сквозь асфальт. Вас на самом деле мало где ждут. Если вас где-то ждут вот в редакциях, то ждут для того, чтобы быстренько поэксплуатировать. Если вы хотите куда-то пробиться, но вы должны прежде всего над собой хорошо, извините за пошлость, да, вот над собой, каждодневно просто работать. Вы должны больше читать, чем писать. Вы должны больше смотреть, чем снимать. Без внимания не остались и сами студенты. Каждый из них мог задать интересующий вопрос. Согласиться или опровергнуть менее спикера и привести свои доводы и аргументы. Я считаю, что нельзя говорить о том, что студенческие СМИ – это только детский сад. Это, возможно, тот детский сад, из которого потом вырастут большие профессионалы. Студенческая медиа – это платформа для воплощения идей и задумок, а также для поиска самого себя. Пройдя такую школу жизни, студент, попадая в профессиональные СМИ, чувствует себя гораздо увереннее. Мы все должны понимать, что как только у студента, который пишет, что это студенческая медиа, появится возможность, он тут же уйдет. Вот если мне завтра скажут, уходи из-за вышки, мы зайдем у тебя в комиссант, я пойду в комиссант. Студенческая СМИ – это площадка, которая позволяет тебе развиваться. Ты каждый день пишешь, ты каждый день что-то снимаешь, думаешь, вообще живешь в этом, варишься, у тебя есть представление о том, как работать в настоящей редакции. Это опыт и знакомство. Работая в студенческих медиа, можно получить полезный опыт, который обязательно пригодится в будущем. Окунуться в мир журналистики и решить для себя, стоит ли посвятить этому делу всю свою жизнь. Ведь чтобы стать настоящим профессионалом, нужно быть преданным своему делу. Анна Глазунова, Максим Матвеев, Универ Ньюс. Последний день Всероссийского фестиваля «Время кино» завершился кинобатлом. Киноведы, продюсеры и кинокритики вместе со студентами КФУ батлились на тему, какое кино нужно зрителю сегодня. Ответ на этот вопрос смотри далее. Последний день Всероссийского фестиваля «Время кино» завершился кинобатлом в формате ток-шоу в высшей школе журналистики и медиа-коммуникации КФУ. В дискуссии приняли участие киноведы, продюсеры и кинокритики. На протяжении трех дней они проводили лекции и мастер-классы для заинтересованных киностудентов. И в завершение собрались, чтобы вместе ответить на главный вопрос. Какое же кино нужно зрителю сегодня? «Прежде всего вдохновение. Кино должно давать вдохновение зрителю. Кино должно объединять наше общество, объединять семью, улицу, двор, город, страну. И если кино это удается сделать, то это его основная сверхзадача, миссия». По мнению Алексея Петрухина, продюсера и кинокомпании «Русская фильм-группа» кино должна образовывать и меньше развлекать. Позицию защитника массового кино, главной целью которого считается именно развлечение, заняла Вероника Скорихина, кинообозреватель телеканала «Россия-1». А киновед Евгений Майзель вообще выразил мысль о неделимости кино. Каждая картина должна иметь право быть снятой, показанной и оцененной, считает кинокритик. «Я думаю, что реальность этот вопрос уже решила. Зрители существуют самые разные. К счастью, никто не принуждает никого смотреть то, что ему не хочется. Ну, как правило, если только это непрофессиональная обязанность. Поэтому и кино существует разное». В конце концов, все сошлись в одном мнении. Зрителю нужно разное кино. И он сам вправе решать, что смотреть сегодня вечером. Анастасия Иванова, Роман Самарин. Универ Ньюс. Ежегодно 7 апреля весь мир отмечает День здоровья. Наш корреспондент Аделя Шамилова не смогла остаться в стороне и побывала на празднике здоровья. Все участники мероприятия узнали, как укрепить иммунитет, не потратив ни копейки на лекарства. Тоже хочешь оздоровиться? Тогда наш следующий сюжет, как говорится, то, что доктор прописал. Смотрим. Казанский федеральный в очередной раз с размахом отметил Всемирный день здоровья. «Это уже 12-й раз мы проводим такой праздник. Программа разнообразная. Здесь и спортивные игры будут. Финал проведен. Спартакиады университета по баскетболу». Кстати, во многих странах мира в День здоровья отменяются занятия в вузах, чтобы студенты целиком и полностью могли посвятить себя спорту. В России же пока такого правила нет. Однако, несмотря на это, молодым спортсменам ничто не помешало собраться в стенах КСК КПУ «Уникс». Далее представители сильного пола уделили особое внимание игровым видам спорта. «Я занимаюсь здесь баскетболом. Мне очень нравятся наши тренера. Это Евгений Валерьевич, мой тренер, который помогает развиваться, показывает новые упражнения». Не отставали и девушки. Для них работали секции по физкультурно-оздоровительным занятиям. Как говорится, для тела и души. Например, те, кто давно хотел, но не решался, смогли позаниматься пилатесом. «Молодым людям на заметку. Пропускать День здоровья действительно не стоит. Здесь вас ждет кое-что интересное. Да что уж там, очаровательное». Стоит отметить, что спортивные мероприятия проходили не только в КСК КПУ «Уникс», но и в спортивных комплексах «Москва» и «Бустан». Например, в бассейне «Бустана» состоялось целое первенство по плаванию среди студентов и аспирантов. Воду я люблю, потому что это как будто бы моя стихия, и ЗОЖ – это как бы движение всей вашей жизни. Нужно быть здоровым, заниматься спортом. Ну что ж, с этим трудно спорить. И можно с уверенностью сказать, что День здоровья в стенах Казанского университета состоялся. Аделья Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. А на сегодня у меня все. Всем отличного настроения. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!